В более обширную квартиру на третьем этаже. Соответственно, раз, два, три, третий этаж, вот там находится квартира Дягилева. Всем привет! Сегодня я очередной раз покажу вам, как можно ходить по одним и тем же местам и рассказывать совершенно разные вещи, потому что... Давно я хотел посвятить этот выпуск концептуальным битвам между художниками и критиками конца XIX века о взаимоотношении художников и, допустим, двух последних императоров Александра III и Николая II. И ничто нельзя лучше сделать по этому поводу, вот я уже начинаю блестать своим косноязычием, чем обратиться, вот, допустим, к этой книжке. Ну, не только к этой, я еще там три книжки вам приготовил. Она про Валентина Серова, человека, который сначала начинал как передвижник, заканчивал как мир-искусник, и о том, как вообще бывшие передвижники и, самое главное, идеолог передвижничества Владимир Петрович Стасов воспринимал новый вид искусства, мы сегодня как раз-таки поговорим. Начинаем мы с вами с площади искусств, вот, с этой мемориальной доски. У меня уже был отдельный выпуск, где я рассказывал про Анну Павлову. В данном случае я вам хочу просто показать одну из ключевых работ Серова. Это афиша парижских русских сезонов, дягилевских. Дягилевы мы сегодня тоже будем говорить. Анна Павлова. Практически, можно сказать, главный такой мир-искуснический манифест, если смотреть на это глазами парижан, то эпохи, потому что эта афиша, она была расклеена на улицах Парижа. Ну, а почему мы здесь стартуем еще? Поскольку, конечно же, здесь находится русский музей, непосредственно связанный как с фамилией Репина, о котором мы сегодня точно так же будем говорить. Почему? Потому что Илья Репин писал в свое время своему коллеге Поленову о молодой поросли художников, исключительно о том, что, ну, в общем, в основном все балбесы, да вот есть только два талантливых, Антон, да, Врубель. Под Антоном он подразумевал Валентина Серова. Почему он Валентина Серова называл Антоном? Потому что его, ну, это в Абрамцево так сложилось, его называли Валентошей, потом это все сократилось до Тоши, ну, от Тоши до Антона прямой мостик, вот так вот Валентин стал Антоном. И, собственно, его многие так и величали. Но во времена ОНИ данный музей носил имя как раз-таки Александра Третьего. По велению которого он им был сформирован. И специально был объявлен тендер. Это отдельный сюжет, как никому абсолютно неизвестный архитектор с неблагозвучной фамилией Свиньин. Этот тендер выиграл. Против него точно так же ополчились другие более маститые архитекторы, как, например, Леонти Бенуа, корпус именем которого мы теперь имеем на набережной канала Грибоедова. Но здесь начала базироваться главная коллекция Российской империи именно в столице ее, потому что она возникла не то чтобы в противовес, да, а в пандам той, что собирал Павел Михайлович Третьяков. И я как-то рассказывал, что Александр Третий издал свой такой ордонанс, что нельзя продавать теперь картины до того, как он явится на выставку. И Валентин Серов, он состоял в совете, который в свою очередь состоял из пяти человек после смерти Павла Михайловича Третьякова в Москве. Этот совет, он занимался покупкой новых произведений искусства. И, собственно, Серов, как и все остальные члены этой координационной группы, он принимал решение, что покупать, а что не покупать. И здесь они, опять-таки, ну, я сегодня неоднократно буду об этом говорить, как он ругался с Репиным, да, и по какому поводу. Здесь они тоже с Репиным иногда не находили точек соприкосновения. И поскольку, естественно, картины покупались, картины вообще в тот момент, особенно портреты, нужно понимать, это, ну, понятно, что фотография уже была, и фотографический портрет, они точно так и назывались, да, самая известная вот студия Левицкого была здесь неподалеку. базировавшаяся на месте нынешнего дома Зингера, то хотелось бы пару слов сказать вообще о том, допустим, сколько стоили различные произведения искусства, и как Серов, допустим, оценивал их, и как он себя по этому поводу чувствовал. Потому что, ну, во-первых, нужно понимать, что любые перечисления там в тысячи можно смело трактовать как миллионы в ту или иную сторону. Допустим, вот смотрите. Да, кстати, великий князь Георгий был руководителем музея этого во времена ОНЭ. В 1889 году художник продаёт свой восхитительный домоткановский портрет Маши Симонович, который ему продолжал нравиться даже на последнем году жизни, и который он считал лучшим своим произведением всего за 400 рублей. Сумма по тем временам ничтожная. Правда, он был приобретён Третьяковым, которому по обыкновению уступали. Для всех, кроме него, портрет стоил 500 рублей. В 1892 году за портрет Софьи Андреевны Толстой, написанный Серовым по рекомендации Репина, добро пожаловать в предыдущий выпуск классики Бесоплей, посвящённый Льву Николаевичу, он получил 600 рублей. Через шесть лет гонорар за портрет римского Корсакова составил 1000 рублей. Столько же получил Серов и за свой подлинный шедевр портрет Морозова, созданный в 1902 году. Несколько больше художник позволил себе назначить цену за портреты членов императорской семьи. Но даже эти цены, как мы знаем, были отнюдь невысоки по сравнению со стоимостью портретов, авторами которых были или мелкие зарубежные живописцы, или незначительные академического толка отечественные художники. Значит, много это или мало? Ну, 400 рублей это, ну, конечно, может не 400 тысяч, но, не знаю, 1800. Но, забегая вперёд, хочу сказать, что когда Серов писал эти портреты, он, во-первых, являлся главой уже многочисленного семейства. Во-вторых, если мы будем говорить про, допустим, портреты для царской семьи, об этом мы расскажем у Аничкова дворца, то если он писал портрет Александра Третьего в Дании, то он на свои собственные деньги покупал билеты, там снимал гостиницу и так далее. То есть, у него, выражаясь современным языком, не было райдера, да, то есть, он не выкатывал вместе с гонораром некие условия, за которые он возьмётся эту работу выполнять. И интересно, вот здесь это подмечено, что действительно малоизвестные ныне художники такого салонного, ну, можно сказать, попсового, да, направления, они получали в два, а то и в три раза больше денег. И, конечно же, Серову иногда это, ну, не нравилось по понятным причинам. Он считал, что его труд стоит дороже, тем более, что если он начинал писать чей-то портрет, вот он на портрет знаменитой матери Феликса Юсупова, Зинаиды, он потратил 80 сеансов. Она, шутя, говорила, что я толстею, худею, опять толстею, а Серов всё не может успокоиться. Кстати, интересная деталь. На этом портрете, который вы все знаете, который писался в Юсуповском дворце, все восхищались лицом её, но некоторые отмечали, что вся остальная обстановка, может быть, не так шедевральной. Поэтому был реально, у них была мысль у семьи Юсуповых вырезать это лицо и вставить в другую картину. Прикиньте, да, это примерно как в Царскосильевском дворце, там такая же история с Елизаветой Петровной, как её лицо налепили на полотно другого художника. Раз уж речь зашла про деньги, тема, которая была актуальна всегда, и не только во времена вышепомянутых художников, то самое время поговорить о тех из вас, кто уже является самозанятым или планирует таковым стать. Именно сейчас вы можете упростить себе жизнь сервисом для самозанятых Сбербанк Онлайн. Самозанятость можно ввести много где? В ФНС или других банках. Но выгоднее всего это делать в Сберии. Почему? Во-первых, сервис полностью бесплатный. Во-вторых, если вы самозанятый в Сберии, вам доступна сниженная ставка по кредитам, минус 1%. В-третьих, вы можете бесплатно пользоваться пакетом специальных услуг для самозанятых, например, онлайн-запись у клиентов. В-четвертых, за подключение сервиса до 30 апреля можно выиграть кучу бонусов «Спасибо», разыгрывается 16 миллионов бонусов. Правда же выгодно? Наконец, оформить самозанятость Сбербанк Онлайн крайне просто. И вы можете сделать это прямо сейчас. Переходите по ссылке в описании под этим роликом и пользуйтесь всеми его преимуществами. Кстати, если у вас уже оформлена самозанятость в ФНС или другом банке, вы можете бесплатно подключить сервис Сбера. И все эти преимущества вам тоже будут доступны. Это у нас площадь искусств «Дом-2». И это один из адресов на самом деле Серова. Почему мы здесь начинаем? Вот здесь написано. Приехал в Петербург в самом конце 1888 года. Серов жил то у Репина, то у давних друзей Валентины Семеновны Грюнбергов, с которыми вскоре близко сошелся и исполнил постепенно портреты всех домочадцев. Глава семейства Юлий Осипович руководил конторой журнала «Нива». Это, кстати, один из самых популярных журналов дореволюционных. И был правой рукой владельца крупного петербургского издательства «Маркса». «Маркс», об этом мне написано в «Путеводителе» моем, «Нивский с перцем», не читая ни строчки Чехова, выкупил у него все права и не прогадал. Грюнберг помог снять комнату в том же доме 2, где жил сам. В доме Жербина на Михайловской площади, ныне площадь искусств. То есть вот здесь молодой Серов жил в отдельной комнате. Еще один адрес, он обозначен у него как Михайловская площадь, дом 11. Но, судя по всему, идет речь уже не о Михайловской площади, а об Итальянской улице. Потому что сейчас нумерация поменялась, в Итальянская 11. И здесь он писал шуточное стихотворение своему, значит, доброму другу Остраухову. «Илья Семенович, я женился, будь деликатен ты и мил, я б чрезвычайно восхитился, когда б меня ты посетил. Я доложить имею честь, что у меня и адрес есть, Михайловская площадь 11, квартира 6». Вот так вот из этого шуточного стихотворения мы выясняем, что здесь два дома, причем из разных фаз его жизни, связанные с именем нашего великого живописца. Здесь он уже поселился как вполне себе устаканившийся семейный человек. Причем, надо сказать, что венчание происходило в церкови Веденской Семеновского полка. Она стояла на Семеновском плацу напротив станции метро Пушкинская. Нынешняя, я об этом несколько раз рассказывал. Потом эта церковь, как и остальные четыре храма по проекту Константина Тона, снесли, остался только один его храм в Санкт-Петербурге, неподалеку от, собственно, взорванной дачи Столыпина на Аптекарском острове. Почему мы идем дальше? Потому что мы будем с вами финишировать по одному из адресов, связанному с Леонидом Борисовичем Красиным, о котором я точно так же неоднократно рассказывал. И здесь у нас будет по правой руке бывший, ну, в смысле, он сейчас театр армянников Саржевской, да, я имею в виду, она сама здесь когда-то играла. Так вот, это актриса. Она спонсировала партию большевиков, помогала отоваривать, тогда это назывался «Вексель», да, то есть, и есть замечательная история, как Красин, уже будучи в Баку, куда она приехала с гастролями, а он там руководил электрификацией бакинских нефтепромыслов, он пришел к ней, а ей кто-то преподнес букет из денежных купюр. И она этот букет прямо не развязывая ему и подарила. И он поднес его, понюхал, говорит, вкусно пахнет, новой типографией пахнет. Имелось в виду, что на эти деньги можно организовать подпольную типографию, где печатать прокламации, направленные против господствующего тогда царского режима и способствовать его раскачиванию. А мы с вами направляемся к набережной Кефонтанке, к дому номер 11, мимо которого я гулял 28 тысяч раз, и где мне все было не с руки рассказать непосредственно о Дягиле. Сергей Павлович Дягилев – это действительно одна из ключевых фигур нашей архитической культуры, поскольку он способствовал тому, что наша культура была... У меня закончился словарный запас, как обычно. Экспортированная на Запад. Ну, в данном случае преимущественно мы говорим, конечно, о Франции. То есть это был самый настоящий бунт. Не мне вам рассказывать про все эти русские сезоны. Я касался этого вскользь, когда говорил про судьбу великой княгини Марии Павловны, старшей сестры Дмитрия Павловича, убийцы Распутина, и про то, как она делала паттерны для Коко Шанель. И паттерны эти были в русском стиле. И почему в русском стиле? Потому что тогда, как раз в начале 20-х годов, было это просто дико популярно. А началось это все, на самом деле, благодаря энергии и предприимчивости одного единственного человека, который сумел собрать вокруг себя круг единомышленников. Не просто собрать, но и как бы найти определенный тон в общении с ними, создать нужную атмосферу. И люди-то были абсолютно разные. И потом они... Пройдем здесь, раз у нас такая оказия. В этом двору мы ни разу не ходили. Люди эти были крайне амбициозные. И, естественно, каждый из них считал, что его мнение самое важное, правильное и так далее. Особенно это касается Александра Бенуа, одного из главных идеологов мира-искусников. Более того, Дягилев умел находить деньги. Находить деньги там, где другим это не удавалось. Он умел, опять-таки, найти подход к совершенно разным людям. Кого-то очаровать, кого-то заинтересовать какими-то другими вещами. И вот смотрите, какие интересные надписи. Где пьяные драки, бодраки, все люди собаки. А зачем мне собака на море? Здесь есть шум прибоя. Все воры в загоне, коровы в загоне. Какие здесь горы и те за забором? Не видно, а почему-то, смотрите, это оставлено, а это замазано. Вот вам, пожалуйста, концептуальный творческий батл. Да, и самое в данном случае для нас важное, что Дягилев сумел не просто приручить, а сделать своим горячим единомышленником Валентина Серова, который изначально, как я уже говорил, был в лагере передвижников. Ну вот, например, у него сначала была квартира на углу, получается, этого нынешнего Белинского и Литейного, а потом он переехал вот туда, на фондатку 11, и где у Серова была также своя постоянная комната, даже после того, ну, то есть после того, как он нашел себе свое постоянное жилище. То есть, представляете, Дягилев снимал квартиру, и там Валентин Серов, если засиживался, то мог, в принципе, остаться вполне... Это точно так же, как у Шаляпина была своя гостевая комната, у Горького в Нижнем Новгороде. Я об этом рассказывал в специальном отдельном выпуске. И какая была, допустим, обстановка у них? У Дягилева была няня. Есть, кстати, портрет... Ну, мы будем говорить про два портрета Дягилевских. Один, естественно, Серовский, да? А второй, это Бакста. И на этом портрете Бакста, если посмотреть, там на заднем плане такая вот пожилая женщина изображена. Это его няня. Причем я скажу чуть позже, хотя почему об этом не сказать сейчас. Няня это его самого воспитывала, и все, кто приходил в гости к Дягилеву, они считали должным образом с ней поздороваться за руку. И она всегда присутствовала практически на всех их встречах. То есть ее воспринимали как абсолютно такого полного, закономерного члена их братства. А второй персонаж, еще более интересный, значит, его звали Василий Зуйков. Или Зуйков, наверное, Зуйков. Это был человек. Вот, допустим, да, здесь мы финишировали с моим туром про блокаду. Я показывал эту мемориальную доску. К вопросу о том, что мы ходим по одним и тем же маршрутам. Когда Серов написал гуашь Александр Третий на фоне моря и Копенгагенской гавани, эта работа как раз была исполнена в квартире Дягилева. Значит, Серову не понравилась она, и он просто ее выкинул. Что сделал этот Зуйков? Он подобрал гуашь и хранил в своем собрании до 1917 года, после чего следы работы затерялись. То есть вообще, на самом деле, этот Зуйков, он вот таким образом, грамотно подбирая, как бы, вот эти все выброшенные какие-то вещи, он сумел себе очень неплохую коллекцию собрать. Но вот, к сожалению, дальнейшая судьба многих этих работ, она неизвестна. Дальше. Про взаимоотношения Серов и Дягилева. Ну, вы понимаете, что про Дягилева можно рассказывать часами, причем и про его дореволюционную деятельность, и послереволюционную деятельность, и так далее. Я вот в данном случае взял для себя призму Серовскую. Бенуа вспоминает, Серов почти не скрывал того, что передвижники ему надоели. Это мы потихонечку подходим вот этому концептуальному клинчу между Стасовым и мироскусниками. И что его тянет к какой-то иной группировке, подальше от всего, что слишком выдает торговые интересы или социальную пропаганду. Вот именно так он и воспринимал тогдашнее общество передвижных выставок. То есть, с одной стороны, все свои силы творческие подчиняли тому, что нужно изображать страдания народа, бла-бла-бла. В этом нет ничего плохого, но искусство не должно же этим ограничиваться. А с другой стороны, поскольку это общество передвижных товарищества было сформировано именно как некая база для заработка денег, вот эти торговые интересы. Этой тяге особенно способствовало то, что Серов тогда переживал эпоху особого увлечения личностью Дягилева. Ему нравилось в нем не только его размах, его смелость и энергия, но даже и некоторое его безрассудство. Наконец, он любовался в Сереже тем, что было в нем типично барского и немного шалого. Его тянуло к изысканным туалетам светских дам. Ему нравилось все, что нашло характер праздничного, что отличалось от серой будничности, от тоскливой мещанской порядочности. Дягилев, несомненно, олицетворял какой-то идеал Серова в этом отношении. Вот таким образом Дягилев смог покорить Валентошу, Антошу. И посмотрите, значит, про манифест некий, заявленный Дягилевым. Это случилось в Москве, в гостинице «Метрополь», где ему был устроен торжественный обед. И он там произнес речь, в которой прозвучало следующее. «Я хочу выхалить русскую живопись, вычистить ее и, главное, поднести ее Западу, возвеличить ее на Западе». То есть человек сделал ставку на культурный код, на принцип мягкой силы. Это то, в чем наша страна всегда проигрывала. И вот у Дягилева это получилось в какой-то момент. Но он не предполагал тогда еще, что дело пахнет керосином. То есть он это предполагал в творческой жизни, о чем мы тоже поговорим. Но вот что это может коснуться и политических катаклизмов, возможно, он догадывался, но не настолько сильно. Бенуа вспоминает. «Этот делец для посторонних, для нас, близких и хорошо его изучавших, обладал великим шармом какой-то романтической бескорыстности. Он был великим мастером создавать атмосферу заразительной работы». Но это то, о чем я, собственно, начинал. Даже столь независимого, с виду апатичного Серова Сережа тоже встряхивал. Дягилеву удалось приручить Серова, и моментами он совершенно подчинял его своей воле. Перейдем дорогу. Было даже трогательным видеть, как наш Антон во имя дружбы и во имя служения тому, кого он признавал за какого-то вождя, отправлялся своей медвежьей повадкой, ворча себе под нос, исполнять какое-либо данное ему поручение, или встречаться с людьми ему определенно противными, но для дела нужными. Но не работали они в рекламных и агентствах и не встречались с противными, но нужными клиентами. То есть это крайне важно, особенно в контексте того, что Серов мог сказать «нет» никому бы то ни было, а Николаю Второму, о чем мы с вами поговорим. А вот дядя Елену, он сказать «нет» иной раз не решался, и засунув промеж определенных мест свое мнение, отправлялся встречаться с людьми, которые мы крайне не импонировали, но это нужно было для дела. И давайте посмотрим, соответственно, описание обстановки квартиры, где проходили все главные заседания Объединения Мир Искусств, но оно получило название свое по журналу, который им был затеян, и Серов много способствовал тому, чтобы этот журнал выходил несколько лет, потому что он выбил для него в критический момент бабки. И ни у кого бы то ни было, а у Николая Второго. Осенью 1900 года Дягилев переехал с Литейного на Фонтанку-11. С Литейного это, в общем, вот прямо оттуда. В более обширную квартиру на третьем этаже. Соответственно, раз, два, три, третий этаж, вот там находится квартира Дягилева. К этому времени редакция журнала разрослась. В нее вошли сначала Еремич, затем Курбатов, Лансире, Гея Остраумова, которая потом стала Остраумовой Лебедевой. Мне все вот не снять мой маршрут от Ленина до Крестов по улице Лебедева, чтобы не показать мемориальную доску ее мужу посвященному. Особенно быстро прижился в редакции Степан Петрович Еремич, на котором Серов сделал одну из наиболее удачных своих карикатур, изобразив его в виде Святого Себастьяна. Вообще, Серов был мастером карикатур, и некоторые из них я вам потом подставлю. Вот, видите, мемориальная доска, Дягилев, балет, все как мы любим. Только давай обратно перейдем, я не хочу идти по этой стороне. Ну вот здесь, кстати, есть некоторые карикатуры, можно прямо здесь показать. Быренько-быренько, пока нет автомобилей. Вот, посмотрите. Значит, князь Щербатов с Рерихом, Грабарь, вот шарш на Еремича, Себастьян, еще раз шарш на Грабаря, скучный Серов, автошарш, действительно, видите, медьежья походка и так далее. Ну, это узнается Кузьмин, а это даже не знаю, кто такая Ванда Ландовская, наверное, может быть, какая-нибудь актриса, есть тут еще карикатурки? Нет, здесь больше карикатурок нет. Ну, это я уже, да, показал вам, непосредственно эта Серовская история. Значит, в квартире висели, естественно, картины по стенам. Сам Дягилев восседал в кресле 17 века, он его нашел где-то, значит, в каком-то антикварном магазине. Ну, и собирались они либо в столовой, либо в гостиной. И, если верить, господину, ну, сейчас просто вскользь покажу эту книжку, ну, невозможно ее, конечно, не показать, потому что, раз уж мы говорим про Дягилева, это известная книга, я ее показывал в одной из своих проходок, она выглядит вот таким образом, Ротиков, он же Перютка, другой Петербург, здесь он пишет про то, что там у них был скандал с Волконским, он был директор императорских театров по поводу одной из постановок, и они разругались с Дягилевым, и получилось так, что у Бакста был брат, который был репортером, и звали его Исаий Самуилович, сотрудник Петербургской газеты. Скандал в театральной дирекции был им описан в Бойком-филитончике, показавшемся Дягилеву неприличным. Сергей Павлович не без оснований заподорил, что детали конфликта могли стать известны журналисты, судящиеся за его брата Левушку. Вследствие этого Дягилев с наперсником Философовым, но они местижили на тот момент по понятным причинам, отругали Бакста и вытолкали его взошей из квартиры на фонтанке, выбросив за ним на лестнице шапку с пальто и калошами. Вот так вот. Убирайся отсюда, Левушка Бакст. Но потом они, конечно, помирились. Естественно, потому что Дягилев был, прежде всего, конечно, дипломатом и понимал, что людей надо нужно держать при себе и всячески может быть потакать их определенным слабостям. Ну и когда они затеяли этот журнал и вообще все началось на самом деле с ряда выставок, которые были организованы Дягилевым и выставкой финляндских художников в музее училища барона Штиглицына в Селеном переулке. Это и выставка потом русских портретов, которая проходила в Таврическом дворце. Он их собирал вообще по всей России, объезжал там все самые затхлые заскорузлые усадьбы. И это был, конечно, самый настоящий прорыв манифеста нового вида искусства. Но есть нюанс. И нюанс этот звучит, как Василий Петрович Стасов. Значит, пару слов про него. Он сын известного архитектора, который построил у нас, допустим, Преображенский собор, Измайловский собор. Он участвовал в реставрации, в реконструкции Эрмитажа после катастрофического пожара 1837 года. Казармы Павловского полка на Марсовом поле и так далее. Так вот, Стасов это был главный рупор, главный идеолог вообще вот на такого народнического вида искусства. Допустим, именно ему принадлежит вот этот бренд, название «Могучая кучка». То есть в здании Городской думы был концерт славянских композиторов, и там участвовали наши композиторы, и он написал свою программную статью, что такая маленькая, но уже «Могучая кучка». Он четко следил за тем, чтобы искусство было подчинено функции пропаганды, то, о чем я говорил. А как я уже цитировал Серова, это немножко доставало. И не только Серова, да, то есть потому что Стасов не допускал идеи искусства ради искусства. И вот смотрите, называл он, допустим, «Оргий беспутства и безумия». Ну, вообще, кое-какие выдержки Стасовские зачитаю вам, да. Дальше. Некоторые газетные репортеры доходили до того, что называли Дягилева гадилевым, а мир искусства мором, искусства. Даже Владимир Маковский выступил, значит, с критикой мир искусников. Он написал Третьякову по поводу знаменитейшего портрета Серова, ну, вот, «Девушка, освещенная солнцем», что с каких это пор вы, Павел Михайлович, покупаете сифилис в свою галерею. Это был непрозрачный намек на фактуру ее кожи, нарисованной, соответственно, серовым. то есть она производила, ну, тогда шестьдесят слов не выкинешь, была эпидемия сифилиса в стране, и лицо ее производило вот такое впечатление. То есть, представляете, да, такие образы по поводу, ну, для нас сейчас просто классической классики. Казалось бы. да, и вот еще пару слов про убранство, что вся мебель была в стиле Жакоб. Это такая французская тенденция. Дягилев писал Серову еще два года назад. Русское искусство свежо, оригинально и может внести много нового и в историю искусства, и как сплоченное целое занять место в жизни европейского искусства. Ну, то есть это еще один значит намек на то, что мы должны продвинуть наше искусство в Европу. И вот эти вот спички со Стасовым они нашли свое отражение в ряде его программных статьй. Некоторые отрывки из которых я рискну вам сегодня зачитать. тут именно они выписаны. Значит, одна называется «Нищий дух». Прочитать это можно у Стасова есть трехтомник, избранные его произведения, выпущенные в Советском Союзе еще в 1952 году. Крайне показательные в этом трехтомнике еще и комментарии к тому, что мы с вами будем читать. Какова затея? Нас хотят перекрестить в новую веру по части искусства. Кто хочет? Зачем хочет? Хотят декаденты. Вот там мы еще с вами окажемся, потому что мы идем с вами как раз мимо Аничкова дворца. Ну, вот эта конкретная колонна для проекта Кваренга возведена и отгораж 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 ограждают ограждают на самом деле территорию, потому что к Аничковому дворцу планировалось, конечно, подплывать со стороны Аничкова моста. Кстати, пользуясь случаем, очередной раз я расскажу про эту историю. Вот если мы посмотрим туда, ну, это как бы панорама получается от Аничкова моста. Виден с левой стороны Аничков дворец, а вдалеке виден шпиль. Я каждый раз спрашиваю, что это за шпиль. Мало кто отвечает. На самом деле это шпиль Казанского собора, то есть в том его виде, пока его не то, чтобы не перестроил вообще, пока его не снесли и ворониха не возвел на свой собор. Зачем хотят декаденты? Затем, что истинного искусства, не раскольнического, не декадентского, не понимают и понимать не могут. Но вот им смерть и хочется всех в свой раскол перетянуть. Разве у нас в России выдуманы слова декадент и декадентство? Никогда они придуманы на Западе. И их назначение клеймить ту секту, которая большинству людей противна, гадка и невыносима, как безобразие, как насилование природы, как искажение, как поклонение тому, что безумно по содержанию бестолково по форме. Это на секундочку по поводу картин, ради которых мы сейчас все ходим в Тортиковку, в Русский музей и в ряд других галерей. Декадентский журнал даже так расхорабрился, это я, на самом деле, она длинная, я вам просто кое-какие куски выписал, что обещает переворотить у нас все вверх дном. Пока еще журнал не успел появиться, они хвастались спечатно, что он должен совершить переворот в нашем художественном мире, так же, как и в публике. Прекрасный переворот. Напялить нам отношения в других местах, отношенные в других местах от репья. Это намек на то, что они пытаются какую-то такую же паршивую накандерскую западную концепцию натянуть на русское прекрасное искусство. В этих четырех номерах главную роль играют нелепости, безобразия и гадости. Это он говорит про четыре уже успевших выйти номера журнала мира искусства. К первым принадлежат произведения господина Коровина и Малютина. Ну, то есть, вообще, надо сказать, что я в свое время, когда-то еще работает в журнале Собакару, брал интервью у директора Гуси. И он мне говорил, что, ну, на тот момент это было актуально, сейчас уже нет, специально для повышенных, ну, то есть, начал нарастать поток американских туристов, и они специально для них изобрели, ну, как изобрели, просто стали подавать таким образом русский импрессионизм. Одним из, конечно, ведущих художников, которых являлся Королев. Ну, что, мол, и у нас не хуже, то есть, они приезжают, идут в русский музей, а импрессионизм, он просто, ну, американцам, он очень хорошо заходит, он им понятен, да. И вот Стасов так лимит Коровина и Малютина. Оба эти художники люди с дарованием, со способностью, но, по-видимому, совершенно бесхарактерные, способные делать, что им вилят, что им скажут. Фи, какая все это вместе глупость и гадость. Это все какие-то темные совы, нищие духом, купающиеся во мраке и упивающиеся непроходимой чепухой. Ну, я думаю, что если бы господин Стасов жил бы в наше время, и у него был бы свой блог, то, возможно, он выражал, выбирал бы еще более жесткие словечки. А вторая его программная статья называется «Подворье прокаженных». Значит, «Подворье прокаженных» так называется одна из глав книги Виктора Гюго «Собор парижской богоматери». На всех афишах и на множестве каталогов стоит у нас теперь первая международная выставка. Это как раз одна из программных выставок, устроенных Дягилевым в музее Штиглица. Ах, какой ужас! Неужели в самом деле эта выставка будет первой и не последней? Есть чем поздравить нас? Да ведь это просто ужасно! Мне кажется, каждый, кто помнит роман Виктора Гюго и попадет вдруг на выставку декадентов в музее Штиглица, тот подумает про себя, что он тот же юноша Пьер Грингуар, который попал в Кур де Миракль. Ну, Кур де Миракль это, собственно, название вот этой главы, которая у нас была переведена как по дворе паркаженных. Так, мы сейчас вот перейдем, чтобы специально там досочку показать, ради которой мы поведем. У наших декадентов есть староста, декадентский староста, свой Пап Дефу. Пап Дефу это отец умалишенных, которого тоже как там пожалуй пронесут на носилках под деревцем, разубранным цветами и восковыми свечами. Это он цитирует Гюго. Или пройдут на низенькой тележке, заряженные двумя собаками, с позолоченным сусальным жезлом в руках. Пап Дефу всегда цепок и поворотлив, знает, куда кланяться, куда улыбаться, кого просить и уговаривать, кого морочить, кого совращать. То есть предпринимательские бизнес-способности Дягилева в данном случае Стасовым подаются как нечто отвратительное. Йоба в наше время, да? Бывает иной раз и в переулках со слякотью праздник у юродивых и у крабов. Юродивые и крабы, друзья мои, вот так Василий Петрович именует мир искусства. Более того, критиков, которые защищают это направление в искусстве, он называет пачкунами. И вот здесь у нас как раз мемориальная доска, почему я сюда пришел, говорят о том, что он аж с 55-го по 1906-й год работал в этой библиотеке. И надо сказать, что он, конечно, сделал очень многое для публичной библиотеки не только по части ее структуризации, но и по части приобретения каких-то важных трудов, книг и так далее. Но это как бы отдельная часть рассказа, потому что если я сейчас сюда начну углубляться, мы вообще с мертвой точки никогда не сдвинемся. Пачкуны могут плевать, если ему угодно, вместе с декадентами на то наше искусство, которое всегда брало одну и ту же ноту правды и реализма. И вот здесь это вот просто пандан с последующей потом советской концепцией. С Пушкиным, Грибоедовым, Гоголем, Тургеневым, Островским, Достоевским, наконец-то с Львом Толстым. Они могут плевать, если ему угодно, но от этого дела ни на единую йоту не переменится. И мы русские все-таки останемся верными сторонниками и поклонниками того, что русский талант и гений создали великого и несокрушимого картины Репина, Берещагина, Владимира Маковского, Сурикова и лучших их товарищей. Вот. Ну, никто, естественно, не говорит ничего плохого ни про картины Сурикова, ни Репина и так далее. Это правда. Но обратите внимание, что Стасов он вот типично передергивает, что вот есть некое истинное искусство, да, и есть какие-то пришлые вот эти вот декаденты, да, которые плюют нам в лицо посредством своих картин, тех картин, которые, еще раз могу сказать, сейчас висят в музеях. Есть, правда, на выставке по какой-то странности несколько произведений русских художников-недекадентов, и поэтому их надо выделить в особую группу. Это Репин, Серов и Левитан. Но на этот раз картины этих замечательных русских художников одни недостаточны, другие неудовлетворительны, и потому, я считаю, лучше о них промолчать. Всех этих бакстов, Бенуа, Боткиных, Сомовых, Малютиных, Головиных с их безобразиями и разбирать-то не стоит. Они отталкивают от себя здорового человека, как старинные парижские прокаженные бедного Пьера Горигуара. Ну как вам, да? При этом, обратите внимание, что мы вышли с вами на классический ансамбль. Это Карл Иванович Росси. Дальше Карл Иванович Росси. Карл Иванович Росси, да, с той стороны Соколов. Там павильоны, к которым мы подойдем, тоже Карл Иванович Росси. И здесь построен вот этот Петушиный дом, как его прозвали в народе. Он сам по себе отдельно стоящий дом. Прекрасен. Это архитектор Никонов. Он известен у нас домиком, пряником на Колокольной. Потом вот на улице Достоевского сейчас идет как раз реставрация одного из его домов в таком русском стиле. Но здесь он конкретно не пришей кобыле хвост. Почему его называли Петушиный дом? Потому что он реально дом с петухами. Если вы присмотритесь, там петухи. Он абсолютно выбивается из контекста, и он здесь ни к селу, ни к городу. Он разрушает вот этот сложившийся архитектурный ансамбль, но Владимир Петрович Стасов считал, что это прекрасный образчик нашего нового искусства, и что он здесь по праву занимает свое место. Ну, то есть, вот понимаете, как бы это классический пример ситуации. Есть два вида мнений. Мое и неправильное. И дальше я хочу прочитать маленький комментарий, он большой отрывок, как раз следующий после этой статьи уже вот в этом советском издании. Комментируемая статья свидетельствует о большой принципиальности и дальнозоркости критика демократа. Дальнозоркости. Его суждения о декаденстве и формализме подтвердились ходом истории. Статьи нищий духом и подворья прокаженных на сегодня во многом остаются действительными в деле разоблачения реакционного искусства империалистов США и Западной Европы. Дело в том, если в двух словах, что у нас в Москве из собрания Щукина и Морозова был сформирован мощнейший и самый большой музей современного искусства на тот момент. Там были главные шедевры, которые сейчас висят начиная с «Девочки на шаре» в Гаминине Пушкина заканчивая «Матисом». Танец и разговоры и все остальное. Ну, все эти дальше там «Ренуары», «Сезанны», «Гогены» и так далее. Так вот, постановление Союза Министров СССР 1948 года. Новый музей западного искусства в городе Москве содержит в своих коллекциях преимущественно безидейные антинародные формалистические произведения западноевропейского буржуазного искусства, лишенные какого бы то ни было прогрессивного воспитательного значения для советских зрителей. Формалистические коллекции, принадлежащие Государственному музею нового западного искусства, закупленные в странах Западной Европы, московскими капиталистами в начале 19-го века, в конце начале 20-го века, являлись рассадником формалистических взглядов и низкопоклонства перед упадочной буржуазной культурой эпохи империализма и навесли большой вред развитию русского и советского искусства. Пока показ коллекции музея широким народным массам политически вреден и способствует распространению в советском искусстве чуждых буржуазных формалистических взглядов. Поэтому каждый раз, когда вы приходите, допустим, в главный штаб и видите картины Матисса, Бангога и всех остальных, вы должны понимать, что вы наносите себе вред. Да? Ну и где здесь, извините, дальнозоркость? А вот это еще один очень интересный сюжет. Я про него рассказал отдельно, потому что вот эта фамилия нас интересует, Боголепов, Николай Павлович. Это министр просвещения, ну или министр образования, по-нашему говоря. Здесь 14 февраля 1605 года бывший студент Карпович смертельно его ранил. И это был первый террористический акт 20 века. За него еще никто ответственность не взял. Первый акт террористический, за который взяли ответственность, это конкретно вот партия Серов. Это было убийство студента Балмашова министра внутренних дел Сипягина в Мариинском дворце. Так вот, по поводу немножко такой сюжета, о котором я сегодня еще буду говорить. Взаимоотношения творческих людей и революционных сил. Вот смотрите. Помощник статс-секретаря Государственного Совета Дашков, будучи крупным коллекционером, в 1606 году попросил Серову уступить портрет своей сестры, исполненной художником по собственной инициативе. Серов согласился, но при условии, что плата за портрет пойдет на нужды сосланного на каторгу студента Петра Карповича, убившего министра просвещения Боголепова в 1901 году. Положение Дашкова было не из легких. Ему хотелось иметь портрет только что умершей сестры, но отнюдь не хотелось вносить деньги в пользу ссыльных и тем самым как бы поощрять революционную деятельность. Однако он оплатил стоимость портрета и вскоре в историко-революционном журнале «Былое». Это журнал, создававшийся еще одним очень ярким персонажем по фамилии Бурцев Владимир. Это такой известный... Он все разоблачал всяких там тайных агентов, ну, собственно, он разоблачил Азефа. Появилась строчка от ВС, от Валентина Серова, для политических ссыльных, находящихся в Сибири. 500 рублей. Такие жертвования в пользу политических ссыльных Серов делал неоднократно, особенно после события 1905 года. Вы представляете себе ситуацию, я прямо так говорю, как ситуацию, что террорист, убивший министра при исполнении его служебных обязанностей, во-первых, он был даже не казнен. Я хочу вообще сказать, что он потом значит уехал в Европу благополучно и вернулся в Россию в 1917 году, желая продолжать свою деятельность, но корабль был потоплен немецкой подводной лодкой. И вот художник говорит, да, я готов как бы, но извините, несите-ка денежки на его содержание. Ну, то есть, вот это вообще как? Внутренний сад, прекрасный во всех отношениях, Аничкова дворца, и здесь мы потихонечку с вами переходим к теме как раз Серова и Николая II. Дело в том, что я этого не знал. Ну, во-первых, надо сказать, что сначала Серов начинал писать, конечно же, портреты царской семьи, связанные с Александром III. И вот смотрите такой тоже интересный эпизод. Серова привели на лестницу, по которой должен был спуститься Александр III. Через некоторое время он действительно вышел без какого-либо сопровождения. Вероятно, царь забыл о встрече с художником, ибо когда он увидел незнакомого человека, лицо его приняло выражение недоверия, страха, холода и враждебности, как писал Дервис. В это время вошел кто-то из свит и объяснил царю, кто это. И тот любезно разговаривался с Серовым. Валентин Александрович говорил мне, что этого выражения, виденного в первую минуту на лице Александра III, он никогда не мог забыть. Значит, нас интересуют, вот сейчас листьев нет, вот эти два павильона. Дело в том, что, оказывается, вот в том дальнем павильоне писался знаменитый портрет Николая II в Тужурке. Да, это главная причина, по которой я решил вообще снять эту экскурсию, потому что это, конечно, факт такой крайне неожиданный и крайне интересный. Начинали работу они, естественно, в Царском селе, вот, заканчивал он и здесь. Ну, он писал несколько портретов Николая II, да, вот это самый знаменитый. Дальше интересный нюанс. Значит, когда Серов дописал портрет Александра III, то тот, естественно, исходя, опять-таки, вот из этих вот, ну, предпосылок передвижнических, сказал, ну, мне кажется, она еще не совсем закончена. То есть ему показалось, что, да, кстати, сейчас покажем, эта тема другая, но тем не менее рассматривайте сказать. Дальше. Телековский тоже вспоминал, это тоже, значит, из театрального мира человек, что Серова любит, но Николай II ругался с ним за манерой не оканчивать портреты. Представляете? То есть им всем казалось, что портреты немножечко не закончены, да, тем не менее, 21 марта, как записал Николай II в своем дневнике, Серов завершил шотландский портрет. Это вот как раз портрет, который писался в царском селе. Что же касается маленького портрета, это вот так они называли портрет Тужурки, то работа на ним в начале мая возобновилась. Но уже в Петербурге император избрал для этой цели павильон Аничского дворца, выходящий на Невский проспект. Закончена была в конце мая, в начале июня 1900 года. И именно во время писания этого портрета Серов решил одну из главных проблем мира искусств. У них закончились бабки. Мамонтов давал на это деньги, значит, они закончились. Давай подснимем. Ну вот здесь просто как раз кони садичково моста были закопаны в этом саду. Сейчас она это прямая на просушке, а потом, наверное, мы и здесь в этом садике с вами прогуляемся. саду. И Серов, когда писал портреты Николая Второго, он решил две проблемы. Первая проблема, он заступился за Саву Мамонтова, которого там обвинили во всем, чем можно, в растратах и так далее. И, значит, благодаря Николаю Второму Мамонтова выпустили из-под суда. А вторая, он заикнулся о том, что вот нужны деньги на издание журнала. И Николай Второй, прикиньте, выделил 15 тысяч рублей. Это колоссальная сумма. Это была помощь, свалившаяся с неба. Значит, это у нас кто пишет? А, это сам автор пишет. Г.И. Чугунов. Все произошло необыкновенно быстро. После разговора Серов с Николаем Вторым, редактор журнала Дягилев, встретился с управляющим царской личной канцелярией Танеевым и заложил ему дело. Вскоре тот доложил царю, после чего были выданы деньги. В одном из писем тех дней рассказывалось. Серов говорил о журнале царю 24 мая. Дягилев видел Танеева 31 мая, а деньги были уже выделены на год вперед, 4 июня. Средства, добытые Серовым, таким неожиданным для всех образом, помогли журнала продержаться еще 4 года. Значит, вот этот вот павильон, выходящий на Невский проспект, он еще знаковый в том плане, что он помог окончательно, бесповоротно раскрыться журналу Мир Искусства, который 4 года выходил на эти деньги. Но потом возникла такая проблема. Значит, во-первых, Серову платили 2 тысячи за портрет. И вот он, точнее, 1900 рублей, и вот он превозмог себя, решил увеличить цену портрета Николая Второго с 2 до 4 тысяч рублей. Это было воспринято при дворе как некий неприличный поступок. Неприличный до такой степени, что Масалов это начальник канцелярии есть воспоминания. Генерал-лейтенант начальник, а, ну вот написано, канцелярия императорского двора, ведавший, в частности, оплатой за различные услуги двору, счел своим долгом высказать художнику свое неудовлетворение. На следующий день Серов ему ответил, что «Вы извините, почему я назначаю столь высокую цену? На то у меня есть своя соображение. Хотя бы и то весьма простое, что до сих пор они цены были низкие, по моему мнению, гораздо ниже цены иностранных художников, работающих при дворе, каковы Беккер и Фламинг». Я даже не знаю таких фамилий. И дальше он заканчивает. «Во всяком случае, сколько бы я ни просил, столько бы мне не заплатили. Я не считаю вас праве делать мне вышеуказанное замечание и покорнейше просил бы вас взять его обратно». То есть, прикиньте, не пошел бы ты, товарищ, в баню. Ну вот у нас здесь с одной стороны это прекрасное творение Кваренге, а вот это Анечка дворец. Ну, про него надо отдельно рассказывать, безусловно, но просто у нас сейчас другая тема. Можете почитать про него, допустим, моим путеводителем «Невский с перцем», там описано, как Екатерина II, точнее, Потенкин с помощью Екатерины II несколько раз бабки провернул по продаже этого дворца. Ну и плюс, естественно, это база Марии Федоровны вдовствующей императрицы, а до этого жены Александра III и здесь проходили балы знаменитые, вот, значит, особняки проходили, куда приходила царская семья. Ну, а потом, это я уже рассказал в недавней лекции про Михаила Александровича, этот дворец подбежал младшему сыну Николаю II. Вуаля. Ну и самая интересная, значит, история. Грабарь рассказывает, что царица просила царя принять свою обычную позу и, взяв сухую кисть для ящика с красками, стала внимательно просматривать черты лица на портрете. Это имеется в виду понятный портрет ее супруга Николая II. Сравнивая их по натуре, указывая удивленному Серову на замеченные ею мнимые погрешности в рисунке. Тут слишком широко, здесь надо поднять, там опустить. Серов, по его словам, опешил от этого неожиданного урока рисования, ему кровь ударила в голову и, взяв с ящика палитру, он протянул ее царице со словами «Так вы, ваше величество, лучше сами уж и пишите, если так хорошо умеете рисовать, а я больше слуга покорный». И, прикиньте, и это было его окончательное слово. Ну, вообще, на секундочку, подумайте, не знаю, какой-нибудь, прости господи, этот Герасимов, который написал «Два вождя после дождя», картина, на которую все молились, как социализм, и говорит Сталину «Не буду писать картины», какова у него судьба была «Бы». Но здесь, тем не менее, вот он на следующий день был у Серова, у Юсуповой, и та ему, ну, как бы, типа, в шутку рассказала, что, типа, был такой случай, и что они боятся, что вы откажетесь от дальнейших заказов. «Я откажусь», от Резал Серов, «И ни за что больше писать не буду». Ну и потом уже через Дягилева, через того же, было сделано предложение исполнить в ОДОРЦ несколько новых портретов, в том числе и очередной портрет Николая II. На это предложение художник ответил телеграммой «В этом доме я больше не работаю». Прикиньте, да? И государь в разговоре с Максоловым сказал «Вы слышали, какой, однако, нахал Серов?» Но, тем не менее, для Серова это никакими там не репрессиями ничего не закончилось, не просто вот он перестал писать царские портреты. Надо сказать, что нужно иметь не только остальные яйца для этого, но и, ну скажем, допустим, Дягилев вряд ли бы так когда-нибудь поступил. тут у нас, видите, ну не Серов, конечно же, но тоже художник. Да. Здесь есть еще один нюанс, крайне интересный. Дело в том, что когда мы ходили по набережной реки, по которой мы сами пойдем и там будем финишировать, а, так мы здесь не пройдем, тут все это, блин, они все никак не могут закончить ремонт и из-за этого все время сужение. Фонтанки все время пробка, сейчас еще садовые ремонтируют и сюда лучше вообще не несоваться. Мы вчера стояли минут 10, хотя бы их одной день был. Есть ведь самый знаменитый портрет Серова, ну в смысле не так, у Серова много знаменитых портретов. Самый знаменитый портрет Дягилева это, конечно, портрет Серова, вот этот. И вот этот автор, Чугунов, он очень сильно как-то, ну он пишет, что Серов очень часто заставлял своих людей принимать какие-то странные позы. То, значит, портрет орловый, да, в такой шляпе, особенно если сравнивать с другим портретом салонного художника. Затем вот этот вот, вот этот жест, что это за странный жест, да, ничего странного жеста нету, ну это как бы жест, говорящий о характере господина Дягилева. То есть, я считаю, вот так. Да. Понятно? То есть, ты сразу же на самом деле, то есть, в чем гениальность этот портрет, сразу видишь характер его, то есть, ты сразу понимаешь его манеру, как он там общается, как он себя ведет. Ну и потихонечку мы переходим, да, кстати, забегая вперед, надо сказать, что все-таки потом, когда, ну да, надо, наверное, про Репина рассказать. Поскольку Серова был одним из любимых учеников Репина, то как раз на фоне биографии Серова очень интересно посмотреть на некоторые моменты в поведении Ильи Федоровича Репина. Потому что, допустим, когда в 1905 году случилось у нас печально известное «Кровавое воскресенье», Серов был среди преподавателей Академии художеств. Ну и вообще, он там одним из ведущих, так сказать, сотрудников художеств все время выражался. Президентом Академии художеств был Великий Князь Владимир Александрович. Из-за чего его потом назвали Владимир Кровавый, потому что он командовал еще, ну как бы сейчас сказали, северо-западным военным опытом. И, допустим, даже в немецкой газете эти дни были названы «Владимирштаги», «Владимирские дни». Так вот, Серов вместе с Поленовым они написали гневную записку о том, что они выходят из состава Академии. На это очень остро отреагировал Маковский, заявил газетному репортеру. «У нас между художниками тоже вздумали по поводу чего-то выразить протест». Перейдем. И предложили мне дать свою подпись, но я отказался. Я ответил, что подписываюсь только под картинами, и что на протест художников все равно никто не обратит внимания. Репин, казалось бы, непримиримо отнесся к событиям. В январе 1905 года он писал Стасову «Ах, как надоело! Как невыносимо жить в этой преступной, бесправной, угнетающей стране! Скоро ли рухнет эта вопиющая мерзость власти невежества?» Но то было в письмах. На предложение Серова и Поленова подписать их протест «Ах, они сначала написали протест, а вышел в итоге один только Северо-Фазакадемия. Он решительно отказался. Куже того, в письме Поленову он приводит жиденькие оправдания великому князю, читая себе. «Я бы с удовольствием подписался под вашим заявлением, если бы не знал, как оно далеко от правды». Войска в экстренных случаях выдают полное распоряжение полиции. И великий князь ничего не знал о том, что будет. Это уже не его компетенция. И это при том, что многие отлично знали гнусную роль Владимира Александровича. Более того, год спустя Репин предложил Совету Академии художеств принять от него в дар портрет великого князя Владимира Александровича с тем, чтобы поставить его в зале Совета на подобающее место. Поступок, пишет Чугунов, надо сказать, не слишком красивый. В итоге Сироп вышел из состава Академии Поленов его в этом не поддержал. Он был один-единственный. И вот он написал в этом письмо и Стасов, надо дать ему должное, пишет Отечество должно гордиться вами. И, конечно, с удивлением и несравненным почитанием передаст ваше имя потомству. Дай Бог письмо, имеется в виду письмо Сирова Крепина как раз, оно поступило навеки в нашу библиотеку, как в несокрушимую гавань. Такие письма надо хранить в золоте и бриллианте. И по этому поводу у Сирова были очень серьезные споры с Дягилем. Дягилев не разделял его позиции. Чего вы хотите, недоуменно наседал на нас Дягилев. Этими своими карикатурами, рисунками, что общего имеет со всей этой быстро проходящей злобой дня художник, этот подлинный служитель искусства с большой буквы и творец подлинных и непроходящих культурных ценностей. Это намек на журнал «Жупил», кстати, который точно так же описан моим путеводителем, потому что редакция его помещалась там дальше на Невском проспекте, где Серов принимал участие. Например, там была помещена карикатура его на Николая второго. Причем все прекрасно знали автора этой карикатуры, после усмирения она называется. На что Серов возражал. Когда родная страна находится под диким гнетом авантюристов, когда народ истекает кровью в борьбе против осужденного исторически режима самодержавия, художник, который не хочет и не может оторваться от своей страны и от своего народа, безучастным оставаться не может. Мы не можем и не хотим стать в положении посторонних скептических наблюдателей. И вот здесь мы как раз и видим, но это по сути ведь два таких подхода, которые это не только это не подход Серова и Дягилева, это в принципе подход, который мы наблюдаем всегда и раньше и сейчас и будем наблюдать. То есть как должен себе вести художник в какие-то там критические ситуации. Дягилев считал, что ты должен все равно продолжать заниматься искусством. Серова считал, что нет, я должен как бы каким-то образом отреагировать на повестку дня. Главный переход к теме Репина, ну и вообще уже потихонечку будем закругляться. Дело в том, что когда Серова, вот это то, с чего мы начинали, занимался пополнением коллекции Третьяковской галереи, он очень много ругался с Репиным по поводу того, что тот говорит, вы нашу коллекцию наполняете каким-то мусором. И Серов пишет, писал о том, что он прекрасно помнит, как, например, Репин ругал врубеля, а теперь он его хватит. И что, возможно, художник, он, конечно, великий, но вот мнение его ничтожное и вообще не нужно его в этом плане слушать. Один из примеров я вам уже привел. И здесь надо сказать про то, что и Репину доставались заказы от царской фамилии. Лето 1885 года застает Репина за новой работой. Картина Александра Третьей держит речь перед властными старшинами. Эта картина была заказана Репина царским двором. Я настоятельно рекомендую найти ее в Третьяковке и посмотреть. Там лица этих старшин они такие репинские, а лица членов царской семьи как будто, знаете, через фотошоп их прогнали, они чуть ли не глянцевые. Инициатором заказа был художник Парениц Боголюбов, близко стоявший к двору. В этом плане интересно, что когда открывался памятник Александру Третьему на Знаменской площади, вот этот вот на площади комод, на комоде бегемот, Репина там громче всех кричал, ну там мнения разделились, одни восторгались, другие говорили, что наоборот это жесткая сатира на царе. Хотя скульптор Паула Трубецкой сказал, я всего лишь изобразил одно животное на другом. Да, да, таким он и был, тупым солдафоном, да, то есть с одной стороны мы принимаем заказы, с другой стороны мы вот, пожалуйста, вот, мягко говоря, так критикуем. Ну и Репин точно так же сочувствовал многим религиозным идеям, у него есть картины там на эту тему перед исповедей арест пропагандиста, вот смотрите, он тяжело переживает гибель людей, которые стали ему всем этим близки и дороги. Прекрасные образы Андрея Жлябова, Софья Перовская стоят перед его глазами, но поделиться ему в Москве не с кем. Критическое отношение к существующим порядкам так остро ощущаемое Репиным. не находило в то время поддержки у московских друзей художников Сурикова, Весельцова, Паленова. Ну, я вообще очень люблю вот эту книжку, она показывает всю любовь некоторых наших граждан к литературе. Вот видите, тут страница вырванная, это я жил тогда в коммунальной квартире на Левашовском, остеевое в туалете, пришел, а там, ну, кто-то просто, видать, ему картина понравилась, он вырвал, чтобы насладиться ею. И в эти годы, как вспоминает Елена Дмитриевна Стасова, племянница критика, но имеется в виду Дмитрий Стасов, родной брат Владимира Стасова, по ее просьбе Репин не раз давал деньги для оказания помощи политическим заключенным и ссыльным в свою мастерскую в Академии художеств и разрешал использовать для встреч революционеров. Ну, и как вот тебе такое Илон Маск, вот интересно, что последнее вот в этой книжке очень подробно описывается жизнь Ильи Федоровича Репина. И вот она заканчивается, смотрите, вот это началось, 1914 год еще, да, и так далее, чествование юбилей Репина в 1917 году, а потом вдруг одна единственная страница, в 1925 году Государственному мужскому зену открылась юбилейная выставка произведения Репина приуроченная к его 80-летию. А что ж его там не было? Странно, он же жил в Коколе, да, нынешнем Репина, в два шага. А умер он в 1930 году похоронен своей судьбе пенатой. Почему так мало информации? А очень просто. Илья Ефимович Репин не хотел приезжать в страну победившую в революции. Более того, Корней Иванович Чайковский, который к нему приезжал, он его всячески отговаривал. Типа будут звать, не приезжайте. Хотя его, конечно, звали и активно приглашали, но нет. Потому что, опять-таки, одно дело как бы встраивать конспиративные квартиры и давать деньги на, в общем-то, потенциальных террористов, а иногда и не потенциальных, а другое дело, когда вот тебя уже непосредственно это касается. Можно ли из этого излечь урок какой-то? Нет, нельзя. Но, вот если мы перейдем взгляд вот на этот дом, то здесь у нас такой финальный финал. Там висит номеральная доска, на которую, естественно, никто, как правило, не обращает внимания. И она посвящена вот этому человеку. И в этой книжке, допустим, изданной еще в советское время, есть ответ на вопрос, почему же все-таки Российская империя приказала долго жить. Потому что Леонид Борисович Красин, ну, это как раз вот тот момент, когда он возглавлял общество 1886 года, это общество, которое занималось электрификацией столицы Российской империи. У него был свой офис на Большой морской улице. Он был представителем компании «Сименс». А параллельно он участвовал в подготовке, допустим, вооруженного восстания в Москве. Он занимался переправкой оружия, нелегальной литературы и так далее. Несколько просто характеристик, чтобы вы понимали, причем это советская книга, да, то есть она выдержала цензуру. Они же в свое время разругались очень сильно с Лениным, но да, ну вот здесь про его офис сказано, но тем не менее, тем не менее, я это все благополучно посеял. Вот. Давай передумай. Яков Ганецкий. До 1908 года фактически организационное руководство партии находилось в руках Красина, да, то есть не Ленина, а Красина. Он организовал транспорт, нелегальщины за границей, большие подпольные типографии, изыскивал материальные средства и оружие для партии. Мартын Лядов. Красин был крупнейшим организатором и руководителем всей нашей подпольной техники, всех боевых выступлений нашей партии. Авелий Янукидзе, Владимир Ильич Ленин поручал Леониду Борисовичу. То, что дела, потому что он умел договариваться и с меньшевиками СССР, и с представителями кадетской партии, ни на секунду не принадлежая принципу большевизма. Ну вот, например, он разменивал ненависть на эксоризм на деньги необходимой партии. Не говоря уже о крупных адвокатах, инженерах, врачах, в числе его исправных данников, ежемесячно выплачивающих от 5 до 25 рублей, были и директора банков, и государственные чиновники. Среди плательщиков были даже сторонники монархического журнала «Освобождение», задававшегося за границей струю. Хотя тот, теперь уже, не чинясь без обняков, заявлял, что можно быть марксистом, не будучи социалистом. Вуаля. А здесь написано, что в этой квартире, где Красин жил, 10 декабря, на совещании членов Центрального Петербургского комитета РЗРП под руководством Владимира Ленина, естественно, под руководством, создался вопрос о помощи московскому вооруженному восстанию. Красин на тот момент руководил, вообще-то, подкопом в Таганскую тюрьму, потому что планировалось освободить тех, кто там в ней сидел. Но вот как раз потом этот манифест 17 октября освободил без подкопа их, без какого бы то ни было. То есть здесь, в квартире одного из ведущих менеджеров, который собирает дань от всех, включая государственных чиновников, на революционную борьбу, даже Сава Морозов давал ему бабки, как мы знаем, они обсуждают, как помочь вот этому вооруженному восстанию. То есть в Москве баррикады, в Москве стрельба, в Москве гибнут в основном зеваки, а здесь вот это происходит. Ну и если люди такие, как Серов, такие, как Репин, всякие чиновники государственные и так далее, и так далее, давали деньги на это, ну так о чем мы хотим? Ну то есть как оно могло придержаться, да? Все было обречено еще тогда, в 1925 году. Поэтому вам очередной такой наподумать, да, проход. А мы заканчиваем вот на этой вот площади замечательной Ломоносовой, на Ватрушечке. Здесь у нас перспектива на улице Карла Ивановича Росси, по которой мы с вами не прошли, потому что мы с вами были с той стороны. И я напоминаю вам о том, что во-первых, экскурсии у нас идут, погода у нас такая качельная, да, в Петербурге сегодня жарко, завтра плюс два и снег чуть ли мокрый не обещают, но мы гуляем в любую погоду. Расписание есть у меня на сайте. Будут, естественно, экскурсии и на майских праздниках, и летом, и меня многие об этом спрашивают. Они, анонсы появляются где-то примерно за две недели. Ну и есть книжки мои, традиционно, да, остросоциальный роман Корень, книга про первое время русской полской войны и путеводитель Невский с персом. Вы их можете купить как на сайте, так и после экскурсии в этом случае я их подписываю. И будет у нас, конечно, в конце апреля замечательное мероприятие под названием Топанаша, встреча меня, Тани и Евгения Вашенкова. Мы будем говорить о системе потребления в позднем Советском Союзе, начиная от алкоголя, ну, заканчивая всем остальным. Это все тоже можно приобрести у меня на сайте. Там можно непосредственно у Жени взять автограф. Многие меня спрашивают, вот, а как, а вот, вот, пожалуйста, вам прекрасный, прекрасная возможность. На этом все, друзья мои. Оставляйте комментарии, все ссылки, которые вам необходимы вот там внизу. Увидимся. Пока. Пока. Пока.